Теперь давайте посмотрим, как синтактически можно перегружать оператора. Начнем с простого примера. Пусть есть некоторый класс вектор, который задает вектор на плоскости. Вектор на плоскости задается двумя координатами, поэтому у объекта данного класса будут два поля, x и y, которые задают, соответственно, абсциссу ординату. И для такого класса мы переопределим несколько арифметических операторов. Начнем с простого. Это будет унарный оператор, оператор унарного минуса. Оператор унарного минуса — это, собственно, оператор минус, который принимает один аргумент. Чтобы реализация данного оператора соответствовала математике, мы будем возвращать вектор, направленный в обратную сторону. Аналогичным образом можно определить и бинарный оператор. Например, оператор сложения. Оператор сложения — это оператор плюс от двух аргументов. Аргументов типа вектор. В качестве возвращаемого значения мы будем возвращать вектор с координатами, являющимися суммами, соответствующие координатами исходных векторов. Данный бинарный оператор принимает два аргумента типа вектор. Но, в принципе, нас никто не заставляет передавать в бинарный оператор аргументы одного и того же типа. То есть можно определить бинарный оператор от аргументов разного типа. Таким образом, можно, например, определить умножение вектора на число. Для этого давайте определим оператор звездочка с аргументами типа вектор и вещественное число. Таким образом, мы зададим оператор умножения вектора на число и будем возвращать вектор, увеличенный в t раз. Аналогично можно определить оператор умножения числа на вектор. То есть мы просто поменяем местами типы аргументов, и таким образом умножение на число станет коммутативной операцией. Мы сможем менять местами вектор и число в произведении. Для того, чтобы реализовать это, мы здесь обратимся к определенному выше вектору. То есть мы в реализации умножения числа на вектор умножим вектор на число. Таким образом, можно переопределять аналогичные унарные и бинарные операторы, как арифметические, так и логические, так и битовые, так и другие. То есть важно понять, что унарный оператор — это оператор от одного аргумента с соответствующим названием, бинарный оператор — это оператор от двух аргументов, тоже с соответствующим названием. Про то, как переопределять унарные и бинарные операторы с сохранением семантики, немножко позже поговорим, но синтаксически должно это быть понятно. То есть если у нас есть бинарный оператор, который мы хотим переопределить, то мы просто определяем оператор с соответствующим именем, А какие типы он будет принимать и какой тип он будет возвращать, это уже остается нам на выбор.